А мы пикифируем, мы выступаем за сохранение исторической застройки в Бензе. А здесь разрешение не надо. А потому что это одиночные пикифики. На днях буквально был уничтожен дом на улице Миранойской. Посмотрите, какой был красивый дом. К нему было около ста лет. Он находился напротив Успенского собора на улице, рядом с улицей Захарова. В нем предположительно проживали священники. Он был расселен и безвозвратно утрачен. Еще недавно наши областные руководители, в частности губернаторы Пенецкой области, одобрительно высказывался по отношению к сохранению расселенных зданий. Но, к сожалению, спустя полгода после заявленных, сделанных заявлений, ничего не изменилось. Исторические здания продолжают ломать. Мы теряем историю. И, собственно, вот по этому поводу я и стою. В законе не говорится, что снос является обязательным. Есть альтернатива. Это реконструкция. Мы работаем сейчас по составлению заявок, по определению историко-культурной ценности зданий, которые еще можно сохранить. Их порядка 20 с чем-то на данный момент по списку Волкова. Но дело в том, что эта работа требует времени. И мы выступали с предложением ввести мораторий, временный запрет на снос таких зданий, чтобы установить эту ценность. Мы еще две недели назад где-то получили ответ от администрации с обозначенным перечнем вопросов, по которым мы можем сотрудничать. Нам показалось, что это будет конструктивной линией, что мы можем совместными усилиями начать решать вопросы, связанные с сохранением конкретных зданий. Но вот этот случай показал, что все оказалось просто на бумаге и пустыми словами. Вы не готовы прокомментировать уничтожение старых зданий в Пензе? А что? Уничтожение старых зданий в Пензе. Не готовы. Скажите, а как вы относитесь к уничтожению старой Пензы? Я сейчас не могу. Я на службу. Я хочу, чтобы наши горожане и власти города обратили внимание на то, что старые дома Пензы сейчас разрушаются. И сейчас даже сказали, что до 2020 года снесут большую часть старинных зданий. Они это называют верхним фондом. Я это называю красивыми, старинными, архитектурно-привлекательными сооружениями, которые нужно сохранять. Вообще исторические здания – это музей под открытым небом, в который не нужно куда-то платить, заходить. Он для всех в свободном доступе. И здание – это то, и такая история, которую не перепишешь и не изменишь. Это наша история. Это наши корни. И я думаю, что будущее невозможно без сохранения прошлого.